Всем привет! Меня зовут Оксана и вы на моем рукодельном канале. Сегодня я хочу вам показать вот такой вот красивенный узор спицами. Смотрите, какой он красивый. Я не знаю, передает ли камера, но мне он очень нравится. Вот с такими вот узелочками. Вот, смотрите, такими вот узелками он идет. Такой вот красивый узор. Итак, давайте я расскажу сначала из чего я его вязала, а потом перейдем к узору. Вязала я этот узор вот такой вот замечательной пряжей Drops Merino Extra Fine Unicolor. Обалденная пряжа, очень мне понравилась. Пряжа, кстати, у меня с магазина Мир Вышивки. Для моих зрителей на первую покупку действует скидка 10% по промокоду. Промокод я оставлю под видео и ссылку на интернет-магазин я тоже оставлю под видео. Пряжа у нас поближе, давайте посмотрим. Drops Merino Extra Fine Unicolor. Это 100% мериносовая шерсть. Вязала я спицами номер 4 миллиметра Adiclick. Они чуть-чуть остренькие и вообще отлично вяжутся. И у нас 50 грамм, 105 метров. Цвет номер 39. И давайте остальные показатели. Вот я вам покажу. Вот что стирать в 40 градусах. Можно поутюжить. Но у стиралки я всегда все стирали, но с этой пряжей не знаю. Но можно в принципе рискнуть. Drops Merino Extra Fine. Так что вот такая вот этикеточка и вот такой вот узор. Пряжа мне очень понравилась. Она очень мягкая, вообще не колется. Вязать с нее прям было одно удовольствие мне сейчас. Я увидела вот этот такой вот узорчик крючком. Вы может быть видели уже в инстаграме. Очень много связано таким узором, но именно крючком. Но я решила сделать его спицами. Как бы так вам снять, чтобы было хорошо видно и не засвечено. Я решила придумать узор, чтобы он был спицами. Потому что он мне очень нравится. И этот узор на основе резинки 2х2. Вот. Сначала вот начинаем вязать резинку 2х2. Потом вяжем узелочки. И вот узелки в шахматном порядке. Конечно же сегодня я вам все-все покажу. Что вяжут этим узором? Этим узором можно вязать шапки, варежки. Кофты, свитера, ну все что угодно. Даже носки можно связать. Кстати, с этим узором у меня выйдет мастер-класс. Я поэтому сняла отдельно узор. И как бы для себя такая пометочка. Потому что узор я взяла, можно сказать, из головы. Потому что я его видела. И вот решила придумать. И вот что у меня получилось. Я решила его как бы сохранить на канале. И чтобы и вы тоже смогли такой узорчик связать. Вяжется ну очень легко. Там повторяет всего, по-моему, 4 ряда. 4 ряда повторяются. И ничего сложного в этом нет. И вот мне он прям нравится. Он так вообще очень красивый узор. Так что давайте вязать. Смотрите, резинку 2х2 я уже связала. И сейчас давайте покажу, как рассчитать. Этот узор на основе резинки 2х2. И смотрите, раппорт узора 4 петли у нас получается. Например, вы 6 раппортов хотите взять. 6 умножаем на 4. Будет 6 в 4. 24 петли у нас получается. Плюс 2 петли. Например, если вы начинаете 2 изнаночных, 2 лицевых. 2 изнаночных, 2 лицевых. Но закончится должно быть 2 изнаночными. Поэтому мы, например, добавляем 2 петли. 24 плюс 2 будет 26 петель. Это у нас, если мы начинаем, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И мы добавляем 4 петли, чтобы по краям были по 2 изнаночные. Это будет 30 петель и плюс 2 кромочные. Вот сейчас у меня на спицах 32 петли я набрала на спицы. И смотрите дальше. Вот у меня 32 петли. И начинала я 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И закончила двумя изнаночными. И начинаем вязать узор. Итак, смотрите. Первую снимаем. Она у нас кромочная. 2 изнаночных. Дальше вот 2 лицевые у нас идут. Мы вводим спицу вот здесь, между петлями. Вот 2 петли пропускаем. Раз, два. Между ними вводим. Захватываем нить. И одеваем на рабочую спицу. Провязываем эту петлю лицевой. Снимаем. Дальше вот эти 2 петли, которые у нас 2 лицевые, мы снимаем на правую спицу. Подхватываем петлю, что мы провязали. И вот эти 2 петли через нее протягиваем. И подтягиваем. И вот такой вот узелочек у нас получился. Дальше вяжем 2 изнаночных. И вот смотрите, 2 лицевые. Раз, два. Между лицевой и изнаночной вводим спицу. Прямо вот между ними вот отверстие идет. Мы между ними вводим, вытягиваем нить. Надеваем. И можно ее не скидывая, захватываем нить и провязываем лицевой. Снимаем. Дальше снимаем вот эти 2 лицевые на правую спицу. Подхватываем петлю. И через нее пропускаем 2 лицевые. И затягиваем. Вот такой вот узелочек получился. Снова 2 изнаночные. Вводим спицу. Вытягиваем. Надеваем на рабочую спицу. Спицу делаем лицевую петлю. Снимаем 2 лицевые петли. И протягиваем через петлю, что уже провязали. Все. И вот так мы вяжем до конца. И вот эти 2 лицевые мы вот таким образом провязываем. Вот. Раз, провязали лицевую, сняли 2 лицевые на правую спицу. И через петлю вот так протянули и подтянули в рабочую нить. Давайте поближе еще опущу. Давайте еще раз вот прям близко посмотрим. Две изнаночных. Раз, два лицевых. Вводим между лицевой и изнаночной. Захватываем нить. Надеваем на рабочую спицу. Провязываем лицевой. Захватываем 2 петли, вот эти лицевые. На правую спицу снимаем их. И продеваем через петлю. И подтягиваем. Все. Следующие 2 изнаночных. Вводим, вытягиваем, надеваем, провязываем, снимаем и протягиваем через петлю. Затягиваем. Снова 2 изнаночных. Вот 2 лицевые идут. Между лицевой и изнаночной вводим. Вот. Видите, прям между петлями. Не в петле, а между петлями мы вводим. Лицевой. Снимаем ее. 2 лицевые снимаем. И вот через нее протягиваем эти 2 лицевые. И подтягиваем. Вот что получилось. Дальше у нас 3 изнаночные. Раз, два. И последняя кромочная. Разворачиваем вязание. Это у нас изнаночная сторона получается. Вяжем по узору. Мы уже знаем здесь 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. Так. 2 изнаночные. Раз. 2. И довязываем до конца этот ряд. 2 лицевые. 2 изнаночные. Все. Довязываем до конца этот ряд. 2 ряда вот провязаны. У них я довязала. И смотрите, какие у нас узелочки. Да? Красивенькие получились. Смотрите. 3 ряд. 3 ряд. Как мы его провязываем. 4 ряд. 5 ряд. 1 изнаночная. И нам надо теперь изнаночную лицевую поменять местами. Мы лицевую снимаем перед работой. Вот эту изнаночную снимаем и ловим ее за работой. Вот лицевую надеваем обратно. Провязываем ее лицевой. Изнаночную провязываем изнаночной. И снова теперь лицевую изнаночную нам надо поменять местами. Мы изнаночную захватываем, снимаем лицевую изнаночную на правой спице, подхватываем лицевую, надеваем изнаночную, провязываем изнаночная, лицевая. Поменяли их местами. Лицевую изнаночную меняем местами. Лицевую снимаем перед работой. Изнаночную ловим за работой. провязываем лицевая изнаночная лицевую изнаночную снова меняем лицевая поверх изнаночной изнаночную снимаем за работой лицевую ловим перед работой и провязываем изнаночная лицевая здесь изнаночную с лицой снова меняем и лицевая всегда поверх изнаночной вот перед работой снимаем лицевую изнаночную ловим за работой и провязываем лицевая изнаночная здесь идет лицевая изнаночная снова меняем изнаночную за работой снимаем лицевую перед работой и провязываем изнаночная лицевая и так мы должны провязать весь ряд поменять лицевыми с изнаночными чтоб вот где были две изнаночные у нас шли вот 2 лицевые а где были 2 лицевые у нас должны идти 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так вяжем до конца весь ряд я провязала весь ряд вот что у меня получилось вот такая вот красота переворачиваем вязание закончили мы вязание изнаночная лицевая переворачиваем вязание это у нас четвертый ряд и провязываем по узору снимаем первую петлю лицевая изнаночная дальше идут 2 лицевые здесь хорошо видно 2 изнаночные вот видите видно что это 2 лицевые а если вы нашли 2 лицевые значит следующие идут 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так довязываем до конца 4 ряд довязываем до конца это вот изнаночная сторона вот что у нас получилось лицевой стороны и пятый ряд у нас идет точно такой же как первый ряд где идут 2 лицевые там мы и делаем вот такое вот обвитие в шахматном порядке и давайте приступим вяжем снимаем изнаночная здесь одна лицевая остается лицевой дальше идут 2 изнаночные по узору и вот две лицевые мы их обвиваем между лицевой 2 изнаночной вводим спицу вытягиваем надеваем провязываем лицевой снимаем 2 лицевые на правую спицу и протягиваем через петлю все сделали 2 изнаночные и вот идут снова 2 2 лицевые вводим вытягиваем надеваем захватываем снимаем и протягиваем и подтягиваем вот этой ниточка сильно не затягиваем а чтобы вот такой вот красивый узелочек был и снова провязываем 2 изнаночных вводим вытягиваем надеваем протягиваем 2 лицевые снимаем на правую спицу через петлю и затягиваем снова 2 изнаночных вводим вытягиваем надеваем лицевая снова 2 лицевые снимаем на правую спицу и через петлю протягиваем и крутящие петлю вводим и протягиваем 2 изнаночных, снова вводим, вытягиваем, надеваем, лицевая, 2 петли снимаем на правую спицу и протягиваем и затягиваем. Дальше идут 2 изнаночных, лицевая, изнаночная и изнаночная. Вот что у нас с вами получилось. Вот видите, здесь узелки и вот узелки идут, вот такие вот узелочки. И дальше у нас снова идет повтор, как второй ряд мы переворачиваем и все вяжем по узору. Снимаем, видим тут лицевая, вяжем лицевой, изнаночная, изнаночная. Ну и дальше уже видно 2 лицевые, где узелочек, теперь у нас идут 2 изнаночные. Так, 1 изнаночная, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот здесь раздвигаем вот так ноготками и провязываем. 1 изнаночная, 1 изнаночная, 2 изнаночные, 2 изнаночные, 1, 2. 2 лицевые и 2 изнаночные, 1, 2. И довязываем так до конца этот ряд. И вот что у нас с вами получилось. Вот давайте прям поближе вам покажу. Вот такие вот шишечки красивые у нас получаются. И следующий ряд мы вяжем точно такой, как третий ряд. Мы сдвигаем теперь вот эти лицевые внутрь. Мы меняем лицевые с изнаночными петлями. И дальше мы уже повторяем. С изнанки мы вяжем по узору, а с лицевой стороны мы уже хоть что-то меняем. Ну я думаю узор здесь понятен. Здесь ничего сложного нет. Следующий вот узор. Изнаночную провязываем. И вот лицевая и изнаночная должна поменяться у нас. И лицевая должна всегда быть поверх изнаночной. Поэтому изнаночную мы снимаем за работой. Лицевая сверху работы. Провязываем изнаночная, лицевая. Снимаем вот лицевую. Вот 2 лицевые идут перед работой. Изнаночную ловим за работой. И провязываем лицевая и изнаночная. здесь снова лицевая изнаночная, лицевую перед работой надеваем, провязываем изнаночная, лицевая снова вот лицевая изнаночная, лицевую снимаем перед работой, изнаночную ловим за работой и провязываем лицевая изнаночная и вот так мы вяжем этот узор Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и обязательно напишите в комментарии, надо ли мне снимать еще вот такие вот узоры. Я редко очень снимаю узоры, но именно этот узор я решила даже для себя запечатлеть. Он мне очень понравился, если честно, я его не нашла, я его как бы увидела фотографию и захотела точно такой же. И вот я его придумала. Вообще этот узор я увидела крючком и я захотела его связать спицами. Так что всем пока-пока!